Затянувшаяся история с капитальным ремонтом участка канализационного коллектора в центре Наринмара перешла в стадию применения штрафных санкций к подрядчику. Мини-предприятие «Вершина» из Новосибирской области должно было завершить все работы 1 сентября. Тему продолжит Михаил Веселов. Малоприятный запах уже долгое время источаемый этим колодцем изрядно поднадоел и прохожим, и всем тем, кто вынужден жить и работать по соседству с ним. Место ведь оживленное и густонаселенное. Тут и многоквартирный дом, прозванный «Титаником», и дом печати с офисом Ненецкой компании «Электросвязи», редакциями окружной газеты и нашей телекомпании. Но, что самое главное, буквально напротив – вход в школу номер один. Жильцам это неприятно, ну, населению неприятно, и нам самим неприятно. И школа рядом. И школа рядом – это самое важное. Хочется это все закончить. Ну, посмотрим, как подрядчик себя поведет. Увы, пока что подрядчик себя проявил не лучшим образом. Контракт, который был заключен 6 апреля этого года между нашим ПОК-ЭТС и обществом с ограниченной ответственностью «Вершина» из города Черепаново Новосибирской области, должен был быть исполнен 1 сентября. Сумма контракта первоначально составляла 5 миллионов 200 тысяч рублей. В ходе тендера она была снижена на 1%. Почему ни одно из местных предприятий не пожелало взяться за эту работу? Очень усложная задача. Нет ни специализированной техники, ни соответствующего опыта. Многострадальный участок рядом с 1-й школой – это точно такая ситуация, как и на Оленной была. Вот возле 4-й школы – это точно такая ситуация. Но она еще усугублена тем, что там очень близко идут и электрокабеля, и кабеля связи, и газопровод низкого и высокого давления, очень стесненные условия для работы. И также глубина 8-9 метров. По этой причине, чтобы добраться до треснувшей трубы с диаметром 50 сантиметров, надо сделать шурф. Проще говоря, глубокую и узкую яму. Да еще и оградить ее металлическими стенками, чтобы не повредить соседние коммуникации. Потребуется вибропогружатель с подъемным краном и гидростанция. Все это в Наринмар уже доставлено. Немного информации о предприятии «Вершина». Это не новичок на подрядном рынке России. За пять лет «Вершина» являлась поставщиком в девяти десятках госконтрактов на общую сумму свыше 130 миллионов рублей. А в качестве участника выполнения контрактов мини-предприятие отметилось 243 раза на сумму свыше 700 миллионов. Кстати, в число его 15 крупнейших заказчиков за последнее время входили и три организации из Ненецкого округа. В прошлом году «Вершина» меняла кровлю на здание искательского детсада, занималась ремонтом энерголинии в этом поселке. Там подрядчик свои обязательства выполнил. Претензий нет. Но в этот раз... Подождем еще сколько? Ну, месяц хотя бы, да? Как будут идти работы, и мы потом имеем право подать в суд на подрядчика и внести его в реестр недобросовестных поставщиков. Между прочим, у «Вершины» есть еще один контракт с нашим по КТС. По техническому перевооружению котельной номер 9, которая снабжает теплом окружную больницу. Срок исполнения контракта истекает совсем скоро, 18 сентября. Но там, как говорится, еще и конь не валялся. Даже огромная дымовая труба, которую нужно заменить, в Наринбар пока не доставлена. То есть в адрес «Вершины» будет направлено еще уведомление о применении штрафных санкций. Мы будем следить за развитием этой ситуации. Михаил Исилов, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, телекомпания «Север». Продолжение следует...